Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 2 стихи с 14 по 19, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо вы, братья, сделались подражателями Церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня читаем вновь отрывок из первого послания святого апостола Павла к Фессалу Никийцам, к Солунинам, что одно и то же. Продолжаем с вами читать вторую главу, вернее, завершаем ее чтение, буквально не дочитывая один стих до конца главы, который звучит следующим образом, стих 20-й. «Ибо вы – слава наша и радость». Сегодняшний отрывок можно разбить на две части. Один из них говорит о той мере противления, которая была в Иудеях по отношению к Господу Иисусу Христу и к Откровению Божию, которая изливалась от них в своем завершении через Господа нашего Иисуса Христа, а в своей динамике, подвигающей к этому апогею Откровения, Боговоплощения – это пророки Божии. Вторая часть – это слова апостола Павла о том, что как раз-таки в 20-й стихе говорит, что фессалоникийцы и есть слава наша и радость, и что никакие расстояния, и даже сам сатана не может стать причиной нашего с вами расстояния, ибо лицом мы не видимся, но сердцем всегда с вами пишет апостол Павел. Но для начала посмотрим на первый отрывок. Апостол Павел говорит о том, что фессалоникийцы, несмотря на то, что они находятся в другой культурной среде, нежели Палестина, например, иудео-христиане, они все равно претерпевают схожие ситуации, и Церковь во всей своей полноте, она повторяет свой опыт, опыт скорбей. Но в этом смысле это и опыт Господа Иисуса Христа. Поэтому где бы ни находилась Церковь, в своих условиях, в своем историческом контексте, культурном контексте, в своих особенностях, но она повторяет путь своего основателя, Господа Иисуса Христа. Соответственно, апостол Павел и пишет об этом в 14-м стихе. Он говорит о том, что и вы, братья, сделались подражателями Церквям Божьим во Христе Иисусе. Да, а вся Церковь, она следует за Христом. Она вся внутри, то есть Едино Святая Соборная Апостольская Церковь, веру в которую мы всякий раз провозглашаем с вами на литургии. Соответственно, мы все являемся подражателями. Вот локально фессалоникийцы подражатели другим Церквям Божьим, а в целом, да, Вселенская Едино Святая Соборная Апостольская Церковь, она подражает Господу Иисусу Христу в своей жизни. «Подражали кому фессалоникийцы? Находящимся в Иудее своим братьям, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Мы знаем, что когда апостол Павел пришел, было возмущение и в Филиппах, и в фессалониках против апостола Павла, и это было как со стороны иудеев, и иудействующих, так и со стороны язычников. И вот в фессалониках христиане терпели какие-то притеснения со стороны своих единоплеменников, что происходило и в Иудее, в Иерусалиме. Но вот эта мера грехов иудеев, дальше апостол Павел уходит вот в эту сторону, мера вот этого противления, она не заключается только лишь в гонениях на христиан. Что они еще сделали? Они убили и Господа Иисуса Христа, и его пророков. Действительно, ослепленные каким-то своим, своей внутренней гордостью национальной, есть гордость личная человеческая, а есть национальная, и ты даже не знаешь, что страшнее. Хотя национально, наверное, складывается из многих-многих других личностей, которые, скажем так, изобилуют этим пороком человеческим, гордостью. И это очень страшный грех, на самом деле, гордость национальная. Когда ты свою нацию, свое местоположение ставишь выше других, лучше других, и есть большой риск уклониться в что-то такое звериное, звериную ненависть по отношению к другим, либо в такой тотальный снобизм и пренебрежением культурой, традициями других народов. И в этом смысле нужно понимать, что церковь всегда старалась в своих лучших представителях миссионерских не именно нарушить, не разрушить традиции той или иной страны, куда приносит христианство, но наоборот раскрыть традицию и культуру данной страны сквозь призму христианства. Опять же таки, я говорю об этом, подразумеваю, что были и негативные примеры. Святитель Николай Японский – это яркий, положительный пример как раз-таки вот такой культурной переработки наследия японской нации. Когда он приезжает в XIX веке в эту страну, он не пытается всех научить поклоняться иконам, и как это делалось в России, например, в русской церкви. И даже иконография там своя особенная, сохранилась самобытность японской нации, японского народа, но вера, вера осталась та же, которая была сродни всем другим православным церквям. То есть архитектура, иконография и множество-множество других национальных черт сохранилась в японской церкви, но самое главное – он принес им веру. Иудеи в своем внутреннем снобизме тогда как раз-таки отрицали вот эту возможность того, что Бог, их Бог, которого они себе узурпировали, может снизойти до язычников. И вот в этом своем гневе, своей зависти, быть может, они были ослеплены. Далее он говорит о том, что они препятствовали нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Вот это один из главных грехов – внутренний духовный снобизм и гордость. Гордость личная и национальная. От этого не застрахован никто, никакой народ, и нельзя здесь говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже. Нужно только нам самим опасаться такого греха, который может прийти в любой момент, что мы лучше, у нас все лучше, а там у них все хуже. Мы лучшие, а они худшие. Мы молодцы, а они плохие. Это пример тупикового развития и прямой шаг в пропасть. Далее во второй части апостол Павел говорит о том, что мы, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, стремились. И потом, даже несмотря на то, что препятствовал сатана, апостол Павел стремился попасть к фессалоникийцам. Ибо кто надежда или радость, или венец похвалы? Венец похвалы. Слово «венец» в греческом языке имело два значения. Венец как диадема, и это всегда царская корона. В тотальном большинстве случаев использовался именно в этом значении. И еще венец. Венец переводится как «Стефанус». Использует это слово как некий лавровый венец, как спортсмену за достижение какого-то достижения спортивного, достижение какой-то награды. Так вот, в данном контексте используется слово именно в значении «Стефанус». То есть в фессалоникийце есть награда апостола Павла. Что 20 стиха подтверждает? «Ибо вы – слава наша и радость». Дорогие братья и сестры, будем молиться и читать Священное Писание. Помню о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взяться великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова